Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков аналитики Арум Капитал. И с нами сегодня аналитик компании Арум Капитал Владислав Воробьев с хорошим настроением. И я вижу в его глазах заторы, желание покупать на всю котлету сегодня что-нибудь. А что мы сейчас узнаем? Владислав, приветствуем вас! Задор может и есть, но вот желание покупать не совсем. Всем, друзья, здравствуйте! Я немножко, конечно, преждевременно, но учитывая то, что мы целых три дня не увидимся, поэтому с наступающим вас Рождеством! Как видите, я сегодня не с пустыми руками, а с подарками. Это видно по слайду. Надеюсь, что эти рождественские праздники принесут всем вам чего-нибудь очень хорошего и максимально прибыльного под елочку. Ну, а может, просто Санта-Клаус придет с большим профитом или Дед Мороз, кому кто приходит в этом возрасте. И, в частности, например, по тому же золоту, где вот вначале мы обсудили какие-то просто феноменальные цели. Ну что, давайте начинать. Все-таки пятница, конец недели. Сегодня, друзья, будет такой день фундамента. Это, на самом деле, очень много самых разных новостей, включая самые важные, конечно же. Но для начала, перед тем, как обсудить все это, включая новости, давайте немножко поговорим, как всегда, об Арум Кэпитал. Вспомнить, что это международный брокер с лицензией от CSEC под номером 323.17. Также напоминаю, что торговля с Арум Кэпитал стопроцентный и пуг. Ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке, при этом метод заключения, степи и маркет экзекьюшн. Хотелось бы также отметить, что торгуя с нами, вас ждет целый ряд преимуществ. Здесь и исполнение ордеров по лучшим ценам, и максимально возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса. И, конечно же, самое важное в нашей жизни – это отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Хотелось бы также отметить, что информация, которую мы продолжаем с вами рассматривать, носит исключительно прогнозный характер, не является рекомендацией купли или продажи финансовых активов, а доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что в торговле у нас 30-минутный таймфрейм, то есть основной интервал графики составляет полчаса. Скользящих средних у нас по-прежнему две штуки, обе экспоненциальные. Одна с периодом 12, вторая с периодом 48, взаимные точки пересечения которых продолжают давать нам сигналы на покупку и на продажу. Также напоминаю, что есть у нас индикатор MACD с классическими параметрами 12, 26, 9. Он нам служит для поиска дивергенций. В основном, как вы помните, на вершине и на дне рынка дивергенция – это мощный сигнал разворота, который не рекомендуется игнорировать. Также хотелось бы отметить, что у нас есть пересечение нулевой линии. Это дополнительный сигнал смены направления тенденции. Правда, нас он интересует поскольку, поскольку только если ничего другого мы с вами найти не можем. Напоминаю, что у нас графический анализ является основным методом прогнозирования. Уровни линии тренды, включая FIBA уровня, приложенные на законченные трендовые движения, мы в своей работе используем. Также не забываем с вами про, конечно же, всевозможные фигуры, треугольники, кратные вершины и основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи, кастрюля ниже блюдца и тому подобное. И ценовые каналы, которые тоже у нас регулярно попадаются и тоже подают отличные ориентиры как для входа, так и для выхода из рынка. Ну а теперь давайте более детально посмотрим с вами, конечно же, на новостной фон, тем более, как я и сказал в начале встречи, у нас есть на что посмотреть. И, друзья, сегодня, я думаю, день будет для многих жарким. Но обо всем по порядку, давайте, как обычно, начнем с самого важного, что вообще бывает в первую пятницу каждого нового месяца, а уж тем более еще и каждого нового года. Итак, друзья, 16.30 сегодня по штатам количество новых рабочих мест, созданных в месяц хозяйственного сектора. Данные за декабрь. Те самые пресловутые non-farm payrolls. Будьте более внимательны, будьте более осторожны. Помните, что прогнозы по пятницам, когда выходят non-farm, базирующиеся на техническом анализе, как в основном у меня, это все, как говорится, пустое, потому что рынок может повернуться на 180 градусов в любой момент, ну, а точнее, в момент публикации этих данных. Поэтому сегодня будьте как можно более осторожными. Кто торгует по фундаменту, обкладывает рынок ордерами, всем удачи и творческих успехов. Надеюсь, у вас все получится. А вот кто по новостям не работает, я думаю, можно начинать праздновать Рождество гораздо раньше. И уже, в принципе, сегодня расслабляться и наблюдать за кровью, которая реками будет просто литься сегодня на рынке. Но это я, конечно, утрирую. Литься будут депозиты, а не кровь трейдеров. Но, тем не менее, тем не менее, многие считают, что депозиты – это и есть кровь трейдеров. Двигаемся далее. Далее, от самой важной новости, которая только бывает, двигаемся к 18.15. И там у нас будет Джером Пауэлл, председатель Федрезерва, который что-нибудь нам всем расскажет интересненькое. Ну, я так надеюсь, на самом деле, и предполагаю, что он что-нибудь расскажет. Но, по факту, мы это узнаем лишь в 18.15. Также не забывайте, что самый лучший способ следить за подобными новостями – это смотреть в прямом эфире тот же Bloomberg или другие источники. И, конечно же, в оригинале все это через себя, как говорится, пропускать. Потому что те тезисы, которые появляются в терминале, уж тем более то, что пишется на сайте, все это имеет большой временной лаг. В 18.30 изменение запасов газа от EIA. Газ, как вы помните, у нас топчется на месте, ничего интересного не происходит. В отличие от нефти, где с каждым новым часом все интереснее и все страшнее. И, друзья, в 19.00 добиваем энергоносители изменением запасов нефти и нефтепродуктов, также от EIA. Ну, здесь все, кто нефтью торгует, тоже бдите, потому что возможны сильные движения. Есть даже мнение, что нефть будет откатываться сегодня на этих данных. Но, знаете, как говорят, но это не точно. И, друзья, замыкаем мы, наконец-то, пятницу тоже данными по энергоносителям. Как это ни странно, отчет Бакер-Хаджес по активным нефтяным платформам. В прошлом месяце буквально там три платформы не хватило, чтобы побить все мыслимые и немыслимые рекорды и добраться до нового максимума. Вот посмотрим, что нам приготовил декабрь и какие данные отчетные будут за него. Ну, а теперь давайте, собственно, ой, декабрь, господи, неделя, что нам приготовила, это я, друзья, путаюсь уже. Ну, а теперь давайте посмотрим, что ж у нас с вами, соответственно, по торговым инструментам, по методам прогнозирования обсудили и узнаем, что нас всех с вами дальше ждет. Итак, валютные пары, банковские металлы, фондовые индексы, энергоносители. Это наша с вами нестареющая классика, которую мы уже, ну, кстати, год как рассматриваем, скоро будет настоящий юбилей. По-моему, или восьмого мы первый раз встретились, или девятого. Надо, кстати, посмотреть, у меня весь архив презентации есть. Надо будет глянуть, а то пропустим, как год мы с вами вместе уже. Итак, друзья, потом у нас криптовалюты, как всегда, в середине нашего мероприятия. И в конце инструменты по вашим заявкам. Давайте начинать. Начинаем с евро-доллара. Что касается евро-доллара, вот такой вот восходящий канальчик. Все-таки корректируемся после этого снижения. И обратите внимание, что терминал уже даже отказывается рисовать FIBA уровни. Настолько давно было падение, на которое была приложена эта коррекция. Вообще, друзья, если так дальше пойдет, мы, наверное, эти уровни удалим. Но по большому счету можно сказать следующее, что уже больше месяца, ну, сверху нас держит уровень 15, а снизу где-то 1.12 или 1.11.70, что-то вот такое. И мы живем в этом диапазоне. То есть глобально можно сказать, что на рынке евро присутствует такой большой флэт. И мы просто вот в этом диапазоне продолжаем ходить. Это, кстати, тоже повод задуматься. Хотя, в принципе, знаете, там 350 пунктов 400. Это и не повод не торговать в таком флэте. Потому что здесь, как видите, можно даже там какие-то локальные движения выхватывать. Тем не менее, сегодня по евро я пас. Евро – основной кандидат на сильное движение во время нонфармов. Поэтому, как говорится, я как трейдер, который старается быть максимально консервативным, умываю руки. И, друзья, пейроллы все ваши. И уж тем более евро, где обычно основной движ и происходит. Далее, друзья, следующий наш с вами герой – британский фунт. Обратите внимание, что восстановился. Полностью отыграл, кстати, падение, которое было вчера ночью. Кстати, как вам гэп в 10 долларов на акциях Apple? Да, друзья, конечно, заработать на этом можно было только, если вы стояли в продажах. Я вчера предупреждал, что открытие будет с нехилым гэпом. Но я даже не подозревал, какого размера он будет. А всему виной заявление Apple, которое было сделано уже после закрытия вчерашних торгов. Как вы знаете, Apple понизила прогнозы по выручке. И в результате это привело к каким-то паническим распродажам. Мы сюда же приплели и австралийский доллар, и иену, и фунт, и евро. В общем, все привязали к этому заявлению Apple. Ну, конечно, акции Apple на открытие отреагировали соответствующим образом. И еще вчера вычитал интересную информацию. Не помню, кстати, говорил или нет. Акции Apple, торгуя собственными акциями, за последние почти полгода потеряла почти 11 миллиардов долларов. Да, друзья, вот такая вот интересная новость пришла. Верить или нет, каждый считает сам. Но, тем не менее, данные нашел на зарубежном ресурсе. Потом нашел новость на русском языке, как ни странно, в переводе. И там такая интересная история вскрылась. Судя по всему, отчетность Apple предоставили. Это уплыло все в сеть. Что акции начали выкупать еще тогда, когда мы были в районе 230. То есть какому-то светлому уму пришло в голову выкупать собственные акции, пока они дорожают. Ну и на этом, судя по всему, я так понимаю, Apple планировала заработать еще больше. Но, тем не менее, от компании, которая стала первой с капитализацией в триллион и вот с тем самым курсом акций в 230, сейчас мы уже находимся на 140. Да, друзья, и, конечно, уже никакой капитализации в триллион речь не идет. Серьезный откат, плюс еще и потери при выкупе собственных акций. Вот такие вот, собственно говоря, невеселые пирожки произошли у Apple. Но будем верить в лучшее, надкусанное яблоко оно такое, поэтому, конечно же, в глобальной перспективе ждет рост, но пока все печально. Ладно, это я отвлекся немножко, меня просто впечатлила вся эта инфа по Apple вчера. Я, так знаете, немножко даже, ну, даже не знаю, залик, что ли, читая все это, наверное, вот это будет самое правильное слово. И посмотрел, да, какие масштабы, собственно говоря, проблем. Швейцарский франк. Что касается франка, та же самая история, пейроллы на носу, поэтому считаю, что надо быть вне рынка. Обращаю ваше внимание, что мы внутри треугольника, скользящие потихонечку переплетаются, и MACD прилипает к нулевой линии. Короче, ничего интересного не происходит, торговать тоже смысла здесь не вижу. Доллар-иена. Доллар-иена не спешит полностью восстановиться после вот этого резкого снижения. Но, опять же, упоминал Apple, не буду в десятый раз повторяться. Обратите внимание, вот, собственно говоря, было это падение, и вот у нас какая коррекция, некоррекция. Ну, на самом деле, это бог знает что, потому что не совсем логично искать технические фигуры после вот такого сильного снижения там на фундаментальных факторах. Понятно, что все оно здесь будет работать через пень-колоду. Надо, чтобы прошло какое-то время, рынок восстановился, участники рынка немножко пришли в себя после всего произошедшего, и опять технические факторы вернулись. Тем более, что это доллар-иена, вы же понимаете, это свой отдельный мир. Кстати, MACD выбрался в покупке внезапно, причем произошло это не так давно, но, как видите, опять корректируемся, и по скользящим тоже поступило первое пересечение. Воспринимать это как какие-то серьезные сигналы я настоятельно не рекомендую, будьте лучше более осторожны, и в рынок здесь входить явно не стоит. Золото. Как, собственно говоря, и предполагали вчера, идем на 1300, я не буду в 101 раз об этом повторяться, лишь повторюсь, что если вы в покупках, и вам хватает нервов выстаивать и в очередной раз ловить ложные пробои линии тренда, а потом также быстро дожидаться обновления локальных максимумов, вы большие молодцы. И вас ждет большой успех по золоту, я надеюсь, что в районе 1300 все, кто стоит, все закроются и будут радоваться жизни. Кто вне рынка, тот просто наблюдает за, в принципе, верным прогнозом, но абсолютно нулевым результатом в плане дохода. По МСД покупки, по скользящим покупки, и, в принципе, даже если последнюю линию поддержки нарисовать, она еще не пробита. То есть даже какие-то моменты такие есть, которые подтверждают. Серебро. Серебро тоже потихонечку растет, везде покупки, МСД, скользящие, обновляем максимумы, все отлично. Судя по всему, нас ждет 16, если золото ждет 1300. Хотя сегодня мы начали как-то с глубокого такого отката, еще азиаты сначала покупали, потом начали распродавать. Посмотрим, что Европа и Америка внесет в весь этот сумбур. Также хотелось бы отметить, что по серебру все достаточно интересно, но, опять же, очень малоприбыльно. Потому что остается всего ничего, равно как, в принципе, и по золоту. Поэтому сейчас открываться смысла нет. И вот, знаете, мне интересно, толкнут ли сегодня пейроллы, металлы в направлении отработки целей. Вот это будет любопытный момент. Либо же все-таки эта новость, она послужит, ну, может и не развороту, но хотя бы какой-то там локальной коррекцией. Едем дальше. Доу. Пробил вчера треугольник, протестил то, что мы с вами обсуждали. Я, как вы помните, тоже ждал пробоя вниз. Если вы продаете цель 22280, сегодня, конечно, продавать уже поздновато. Особенно учитывая вот этот откат. Если вчера в рынок зашли, выбора нет. Остается сидеть и ждать. Цель по треугольнику практически совпадает с целью по каналу. Я ее здесь не рисовал, но плюс-минус это одно и то же. Поэтому есть шансы, что, в принципе, отрабатывать будем. Так или иначе. Ну, в любом случае, посмотрим, как это будет происходить. Выглядит это, собственно говоря, вот так. Да, цель по каналу чуть больше. То есть это где-то 22200, 22180. Но все равно плюс-минус одна и та же зона, один и тот же диапазон. Поэтому, друзья, если продаете, ловите где-то в этих краях. Доу. Остается лишь надеяться, что он отработает. Опять же, посмотрим на сегодняшние пейроллы. Смогут ли они помочь всем, кто, собственно говоря, продает. По MACD, кстати, уже покупки. Пытаемся вырваться, но пока вяло. По скользящим еще продажей. И по треугольнику с каналом тоже продажи полным хода. Чтобы, опять же, не тратить кучу вашего времени, скажу, что по S&P все точно так же. Причем с точностью до деталей. Также сегодня поздно продавать. Если продали, сидим, ждем. Цель 24.05. А если померить канал, цель будет чуть ниже. Где-то 23.90, 23.85. Поэтому плюс-минус диапазон тот же. MACD тоже выбрался на покупки. А по скользящим, по треугольнику и по каналу все еще продажи. В общем, братья-близнецы. И два брата-акробата, что сказать. Все точно так же у них. Все одинаково. Прогнозы пока совпадают. Если продаете, оставайтесь и ждите. Евросток, друзья. Что взять с Евростока? Вопрос риторический, потому что брать с него, как вы сами видите, нечего. Вчера мы попытались откорректироваться от границы канала. Гэп закрыть не получилось, и мы провалились ниже. Пробили, протестили, топчемся. Сегодня с гэпом открылись, протестили нижнюю границу. Если у вас есть желание, глядя на этот график, продать, я не буду вам вставлять палки в колеса, поверьте. Вообще даже не подумаю. Если будете продавать, весь ваш, ой, много взял. Так, сейчас удалим, секунду. Знаете, когда рисуешь на Евростоке, аж рука дергается. Хорошо, что пока глаз не дергается, но с Евростоком это вполне возможно. Вот, собственно говоря, наши цели, которые могут быть в случае распродаж. Это где-то отметочка 28,80, 28,85. Стоп за среднюю линию, если продавать надумаете. Ну, все по классике. Но, опять же, глядя на все на это, я вне рынка. Плюс паиролог, плюс еще куча новостей. Нет, спасибо, увольте. По скользящим продажам, по каналу продажи, по МСД продажи, в принципе, по графике везде продажи. Но, опять же, накладывает свой фактор фундамент и лучше поостеречься. Никей сделал ложный пробой треугольника и вернулся. Спасибо азиатской сессии. Большой, низкий поклон ей в пояс. Но, тем не менее, что есть, то есть. На текущем этапе не торгуем. Смотрим, ждем, наблюдаем. Ничего не делаем. Как видите, треугольники в последнее время отрабатываться не планируют. По МСД, я бы сказал, прилипание к нулевой линии. По скользящим тоже смотреть не на что. По большому счету, сплошные переплетения. Далее. От, собственно говоря, нашего любимого Никея. Шутка. Едем к нефти. А нефть, кстати, уже прыгнула выше. Я на открытие смотрел. Европу имею в виду на открытие. Поэтому слайд немножко устарел. То есть мы прыгнули куда-то в район 57. Из того, что я увидел. Может, кстати, уже откатили. Надо будет посмотреть. В целом, мои идеи с продажами, как видите, не оправдались. Мы все растем. При этом, на чем мы растем, не совсем понятно. Я для себя сделал вывод, что графика нефти я сейчас не понимаю. И больше сделок открывать не намерен. На текущем этапе. По скользящим у нас вроде как покупки. Хотя все это то в треугольнике, то в канале. По MACD тоже вроде покупки выбрались выше нулевой линии. Но, опять же, что сейчас движет рынком, на основе чего мы растем, понять практически невозможно. Посмотрим, что дадут новости сегодня по нонфармам, по запасам. Может быть, со следующей недели станет понятней. Но в любом случае уже 8 числа будем обсуждать все, что здесь произошло. Ну, а сейчас только должно произойти. Природный газ, он же Natural Gas. Что касается этого прекрасного инструмента в кавычках, вот что он нам подарил. Он подарил нам флэт и стояние около отметки 2.93-2.92. Где-то так. Это средний диапазон, в котором мы колеблемся. Зачем, почему, как, ничего не понятно. Цели тоже ставить здесь бессмысленно. Отчеты сегодня по газу вряд ли повлияют сильно. То есть ждать какого-то рывка я бы не стал. Но вот как-то так вяло мы куда-то пришли. Вроде нащупываем поддержку. Я напомню, что последний раз мы продавали. И, в принципе, неплохо на этом заработали. Но, глядя на произошедшее, можно сказать, что подожди еще недельку, заработать можно было в два раза больше. Кто бы знал, что так оно все повернется. Вот этот гэп стал таким судьбоносным. С тех пор мы потихоньку скатывались, а сейчас просто заходим в боковик. MACD пытается выбраться в зону покупок, что, в принципе, любопытно. И скользящие, обратите внимание, тоже пытаются пересечься уже. Но, знаете, попытка, как говорится, не пытка. Будем смотреть по факту, когда мы все-таки выйдем. А пока что газу красный свет, а не зеленый. Ну, в плане торговли. Итак, друзья, наша любимая крипта. Ну, не знаю, как ваша, моя точно любимая. И никакие откаты этому не помешают. Я имею в виду откаты на графиках, а не какие-то другие откаты, о которых вы могли подумать. Что, собственно говоря, касается криптовалют. Все тихо и спокойно. Я не думаю, что крипта ждет новостей по штатам, которые сегодня будут выходить. Но просто здесь решительно смотреть не на что. Я даже думаю, что крипту мы пробежимся очень быстро. Некоторые о графике взял специально вот в таких масштабах. И, ну, вот честно, было бы что сказать. Я бы порассуждал. Как вы знаете, я всегда люблю мыслительный процесс. И делиться своими наблюдениями, результатами, сделками. Но вот по крипте, честно, поделиться сегодня практически нечем. Что касается битка конкретно, как самого главного представителя криптовалютного зоопарка, стоит на месте, внутри того же треугольника, клина, бог знает что это. Посмотрим, когда отрабатывать начнем. В среднем это отметка 3 800. И ни туда, и ни сюда. Говорить не о чем. Скользящие переплелись, и мы сидим, танцуем около нуля, фигуры не пробитые. Увы, я бы с радостью. Биткоин кэш, друзья, еще один такой же красавец. Я очень рад, кстати, что я из рынка вышел, из сделки позакрывал по биткоин кэшу. Считаю, что я молодец. Ну, знаете, сам себя не похвалишь, никто ж не похвалит. Есть у меня чувство, что дождался бы стопа рано или поздно, потому что в итоге подозреваю, что выход все-таки будет вверх. Не вижу смысла сейчас тоже находиться в рынке ни для кого по биткоин кэшу. Скользящие спелись, рисуется какая-то новая фигура. Это мне сегодня такая идея в голову пришла. Может, треугольник, может, тоже клин. И, кстати, очень похоже на биток. Просто в разных масштабах они представлены. Но плюс-минус время начала одинаковое у этих фигур. И плюс-минус, обратите внимание, тоже, в принципе, не туда леснул, тоже, в принципе, одинаковая амплитуда, что ли. Ну, ни о чем, ни о чем. Торговать никакого резона. Друзья, есть идея по эфиру. Хорошая новость для тех, кто добывает или покупает монетки себе в портфель. И плохая новость, потому что я заметил этот канал только сегодня, вчера не заметил. Уж поверьте, если вчера пришла такая идея, я бы уже сидел в покупках. Помните, мы лепили тут горбатого к стенке, пытались как-то подогнать вот этот канал. Вчера, ну, точнее, не вчера, а, можно сказать, сегодня утром, глядя на график и внимательно смотря за всем происходящим, я просто вчера тоже за эфиром наблюдал, но точек входа так и не нашел. А вот сегодня утром, глядя на это, я так задумчиво почесал затылок. И канал же восходящий, просто более узкий. При этом мы всеми силами стараемся закрепиться выше 155, то есть последних локальных максимумов, которые были. И глядя на все на это, я думаю, у нас получится. 165 – ближайшая цель. Покупать поздно очень жалко. А вчера дважды мы отмечали нижнюю границу канала, но я вообще не заметил. Я, конечно, понимаю то, что вчера вечером я этого не заметил. Это никак не помогло бы вам зайти в рынок. Но, знаете, мне жалко, что я сам не купил, увидя вот такую картину. Поэтому тут такое. По МСД покупки, по скользящим в канале смотреть не на что. По каналу цель 165. Если кто покупает, ждите. Вполне возможно, дождемся скоро. По риплу треугольничек с пробоем и вариантом похода вниз. Да, друзья, в отличие от биткоин, кэш и битка, этот красавец уже треугольник вниз пробил. Может быть, даже это что-то такое клинообразное. Торговать я смысла не вижу. Если вы хотите ширина треугольника в точку пробоя в вашем полном распоряжении, я жду. Не знаю, правда, чего, но все вот это доверие не внушает. Скользящие переплетаются. Похоже, все это на боковик. И МСД тоже. И еще одно маленькое но по риплу, которое, кстати, нельзя изобразить на битке и нельзя изобразить на биткоин кэше. Хотя на биткоин кэше можно постараться, но все равно получится так кривовато. Вот такая мысль. То есть верхняя граница плюс-минус остается от треугольника, а нижняя горизонтальная, а не вот такая наклонная. И по факту тогда пробоя может и не быть. Поэтому, друзья, тут с риплом так. Все достаточно, ну не то чтобы интересно, я бы сказал, что достаточно непредсказуемо. А если непредсказуемо, лучше не влазить и ждать понятных и адекватных сигналов. Лайткоин протестил вчера границу треугольника, даже скатывался вниз и сегодня опять вышел. Вчера был шанс для покупок у тех, кто не успелся, вполне себе вменяемой попыткой поставить стоп, но сегодня опять же уже поздновато. Да и глядя вот на этот ложный заход внутрь и выход, я думаю, многие сегодня уже покупать не решатся. Поэтому варианта два. Если вы открывали сделку и по лайту все-таки зашли, ваша цель 37.40, самый безопасный стоп 29.40, 29.50, более опасный, но поменьше, это где-то 30.10, 30.20. Вот. Хотите? Да, если в рынке. Такие мысли. Если вы вне рынка, я бы не советовал. Вот этот ложный пробой, скользящие переплетаться начали, ну тоже так себе сигнальчик. Dash, друзья. Еще одна идея, которая родилась сегодня, что Dash совмещает в себе сейчас и треугольник, и канал. И по факту, может быть, я и ошибся, когда думал, что это треугольник, и знаете, мы не торопимся его отрабатывать. Помните, мы один не отработали, второй не отработали. Ну, в случае с этим треугольником канал бы не получилось построить, а в случае с этим вполне. Здесь, правда, только вот эта точка выбивается из общей картины, но в целом, почему бы и нет? Сегодня средняя линия, до нижней границы мы не достали в последней ветке. Говорить не о чем. По МСД вроде покупки, по скользящим смотреть не на что. Далее, друзья, Монеро. Не подтвердился флаг по Монеро. Обратите внимание, мы пробили полтинник и пытаемся закрепиться ниже. Многие из вас спросят, почему же не подтвердился, как так? Можно же сегодня и построить все тоже древко, вот, и приложить в точку пробоя, и вроде же как ничего не изменилось. Нет, друзья, на самом деле изменилось. Флаг затянулся, во-первых. То есть, обратите внимание, что размер флага вот этого самого полотнища половина от древка. Так в идеале быть не должно, и фигура уже, можно сказать, не классическая. Но это даже не самая большая проблема. Самая большая проблема, как по мне, это пробой полтинника и попытка сейчас его тестить с обратной стороны. Я абсолютно не удивлюсь, если мы вдруг внезапненько сделаем что-то вот такое и придем куда-то в район 44-45. Это тоже вполне вероятный вариант, поэтому, друзья, я хочу вас сильно предостеречь по поводу Монеро. Если вы надумаете покупать, обязательно поставьте стоп, вот вообще без вариантов, в районе 47,60-47,70. И тогда можно подождать с этим 54 с копейками. Если вам тоже вся эта история не нравится и очень не нравится, что мы не закрепились выше 50, я думаю, вы и сами в рынок не полезете, мне отговаривать не придется. Вот такая вот, друзья, у нас скучная крипта. Она реально скучная, по многим вообще нет сигналов, а там, где есть, как видите, не совсем подтверждаются наши идеи. Вот. И еще одна беда, что и в противоположную сторону особенно не получается работать по той простой причине, что не совсем понятно, куда мы там пойдем в этой противоположной стороне. Ну, а теперь инструменты по вашим заявкам. Итак, друзья, австралийский доллар отыграл все, что можно было отыграть на падение и вроде как опять начинает торговаться технично. График пока что по-прежнему выглядит странно, как вы понимаете, он сильно сплюснулся, потому что такая амплитуда и все остальное превратилось в вытянутую линию. Я специально не стал зумить последнюю часть, потому что здесь все равно ничего не понятно, куда мы пойдем и как будет дальше двигаться цена. Надо, чтобы какое-то время прошло и опять технические факторы на рынок вернулись. Пока что все это может быть на эмоциях, на нервах, на чем угодно. И искать здесь какую-то логику в происходящем я бы не рискнул. Далее, новозеландец. Такой же красавец. Не отыграл весь диапазон колебаний, которые были на новозеландце. Ну, вверх-вниз вот с этими тенями. Но при всем при этом, обратите внимание, тоже поднялся. Вот, нарисовал дивергенцию на MACD. Намекает, что может быть коррекция, но больше ничего такого интересного лично мне обнаружить не удалось. Дивергенцию рисую при вас, чтобы было понятно, о чем я. Если у кого-то, кстати, будет желание краткосрочно что-то тут распродать, учтите, что продажи могут оказаться недолгими. Практически все активы пытаются перебить те точки, которые были для них крайними в момент вот этого сумасшествия ночного. И я думаю, что новозеландец исключением не станет, и мы можем тоже вот этот хай обновить. Поэтому здесь, друзья, проявите осторожность и бдительность, если будете продавать, обязательно со стопом. И я бы не стал ждать чего-то прямо такого очень большого в плане нисходящего движения. Канадский доллар. Не звонил я еще своему другу-студенту, с которым общались на тему пробоя канадским долларом вниз и начала продаж. Надо будет позвонить, спросить, продал он все-таки или нет. Как вы понимаете, я остался вне рынка наблюдать за канадским долларом, но кто, друзья, вчера эту идею от меня услышал, кому она, в принципе, зашла и кто думал в этом направлении. Пробой вчера был достаточно явным. На текущем этапе мы уже отработали ширину канала. Я просто рисую почти то же самое наскальное творчество, которое у нас вчера было. Вспоминайте, как мы с вами смотрели на канадец, да и на евроканадец тоже. И вот, собственно говоря, я думаю, что на достигнутом мы не остановимся. Вот эта штуковина очень напоминает флаг. И если это она и есть, то нас здесь ждут великие дела, а именно дела в районе отметки 50, ой, 50, 33, 50, да, где-то, ну, 50, да. 33, 50, 33, 60, да, где-то вот так. Поэтому, может быть, это еще не конец, и нас еще ждет веточка снижения. Кто продает, друзья, вы большие молодцы, если сделали. Я знаю человека, который, скорее всего, продал, я практически уверен, потому что он об этой идее рассуждал всерьез и только ждал пробоя значимых уровней. Поэтому, если среди вас есть продавцы канадца тоже, то я вас заочно тоже всех поздравляю с правильными мыслями в верном направлении. Ну и, конечно, с профитом, который вам уже даст рынок, а не я. Далее, следующий наш инструмент – евроканадец. На евроканадце, как видите, все было более неоднозначно, потому что тут, конечно, и евро домешивается во все происходящее, но тоже снижаться мы продолжили. Вся вот эта штуковина вчерашняя оказалась коррекционной, и после этого мы покатились вниз. Такие вот, собственно говоря, пирожки. Ну, опять же, флагом это вряд ли можно назвать, все-таки он тоже большой, достаточно относительно древка, ну, вы понимаете. То есть, как бы, хотя понятно, что на безрыбье там и рак рыба, но по большому счету мы почти все уже отработали. Поэтому евроканадец малоинтересен с точки зрения торговли, я не думаю, что кто-то из вас здесь полезет в рынок. Далее, следующий наш с вами инструмент, друзья, от евроканадца. Мы плавненько перемещаемся к мексиканскому песо. Ничего не происходит. Забыть, простить и отпустить. Боковики, флеты сплошные, ничего интересного. Даже вчерашняя попытка, позавчерашняя, прошу прощения, пробить флеты, выйти в какой-то новый диапазон, и та успехом не увенчалась. Короче, друзья, отсутствие вообще каких-то колебаний побеждает. Трендовые движения, во всяком случае на мексиканца. На MACD без слез не взглянешь, на скользящие, кстати, тоже. Турецкая лира. Очередной рывок вчерашний наверх, в район 5.57, и оттуда беспощадная и верная распродажа, как и в предыдущий раз. Вообще, график турецкой лиры подозрительно похож на график нефти, за исключением последнего вот этого снижения. С чем это связано, я думаю, просто с обычным совпадением, но тем не менее. На текущем этапе торговать здесь резонно я не наблюдаю вообще. Скользящие переплелись, первый сигнал на продажу есть, по MACD тоже продажи. Я думаю, вы вполне резонно можете спросить, почему же тогда не торговать, почему в рынок не лезем, если продажи везде наблюдаются. Но, друзья, как минимум первая, самая важная причина – это уровень стопа. Уж если мы здесь продаем и рассчитываем на коррекцию, будьте любезны, за максимум поставить стоп-лосс, как графический анализ нам велит делать. А делать этого в текущей ситуации, ну, как вы понимаете, совсем не хочется. Возникает тогда вопрос, если мы лепим такой стоп, где же у нас профит и на что мы вообще рассчитываем. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Тем более, что по графике такие цели нам ничто не дает. Именно поэтому турецкая лира пролетает мимо нас и отдыхает дальше в Стамбуле. Далее, друзья, доллар-рубль корректируется. Наконец-то начал укрепление вслед за нефтью, я так подозреваю, наконец-то что-то дошло до него, что хватит уже дешеветь. Наша цель 70. Не была отработана, друзья, мы добрались до 69.70 с копейками, если мне память не изменяет. Вчера посмотрел вечером и уже, естественно, забыл. Надо было отметить линию. Я почему-то не отметил, хотел максимум отметить, чтобы было понятно, где мы остановились. Специально увеличил фрагмент, чтобы было понятно, что так называемое, знаете, скругление состоялось. Сейчас можно ждать дальнейшей коррекции. Ну уж если нефть продолжит укрепляться, я думаю, рубль в стороне не останется. Поэтому, друзья, временно сценарий с походом на 70 снимается. Простите, погорячился, но график шел настолько бодро, казалось, что это вполне достижимо вот-вот на днях. Но нет, силенок пока что не хватило. Хотя, с другой стороны, если по нефти опять начнется даунтренд, то рубль может быстренько все это вернуть и продолжить снижение. Ну, то есть график доллар-рубля пойдет вверх. По MACD продажа, по скользящим продажа, а вот по фигурам ничего здесь не появилось и продавать особо не получится. Далее, индекс доллара. Любимый индекс доллара для многих, но для некоторых это сплошной ужас и кошмар. В частности, для меня была у меня, как вы помните, попытка индексом доллара поторговать. Я рассказывал, ну, наверное, не мой все-таки инструмент во всех смыслах. Что здесь сейчас происходит? Корректируемся вниз, смотрим за происходящим. Мы в рынок не входили, но напомню, что среди нас могут быть те, кто продавал по треугольнику. Такую гипотетическую возможность на прошлой неделе мы обсуждали. Правда, тогда нам очень сильно мешали FIBA уровня. Вообще не было понятно, что при этом происходит. И там, знаете, сделка была для тех, кто не боится рисковать. Кто не побоялся, рискнул и так, собственно говоря, в рынок зашел, сидите дальше, ждите. Ну, здесь выбора особо нету, особенно если стоп вам не выбило. Кто из вас был вне рынка, я думаю, вас сейчас даже за уши не затащишь торговать индексом доллара, и вы, скорее всего, останетесь просто наблюдателем. Поэтому вердикт такой. Если продавали, продавайте. Может быть, новости сегодня помогут хотя бы отчасти. Если в рынок не заходили, не заходим и просто ждем. И, друзья, напоследок, как всегда, Шекель, наш израильский друг. Появился он не так давно в нашем обзоре, но, тем не менее, популярности пока лично у меня не завоевал. Я не знаю, нам, наверное, так повезло просто, что я, знаете, я еще раз проматывал назад, смотрел, как валюта торговалась в обозримом прошлом, там, 2-3 месяца. Ну, не было там такого безумного количества теней. Уж не знаю, в преддверии ли это Нового года, хотя, казалось бы, Израиль, Новый год, Рождество, какая разница. Или какие-то другие факторы. Ну, я вот этих вот рваных движений, я отказываюсь их понимать, скажу так. Поэтому, друзья, по Шекелю ждем, наблюдаем. Единственное, что более-менее технично, то, что мы вчера протестили канал с обратной стороны, правда, перед этим мы его умудрились отработать. И сейчас опять скатываемся. Но куда мы скатываемся, как оно будет, лично у меня идей нет. Поэтому, друзья, не стоит. Я думаю, не стоит. Итак, обсудили мы с вами все, что планировали обсудить. Я напоминаю, что, как обычно, вся информация, которую мы рассматриваем, продолжает носить прогнозный характер, не являясь при этом рекомендацией купли или продажи финансовых активов. А доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что это исключительно мое мнение о рынке, а точнее, можно сказать, что сегодня предпраздничное мнение – это отсутствие мнения о рынке. Но, друзья, тем не менее, сидеть на заборе, как вы помните, это тоже позиция. И если мы не видим сигналов, я в очередной раз хочу напомнить, что лучше не входить, а не что-то себе придумывать. Во всяком случае, из моего опыта такая тактика оптимальна. Напомню, что на сайте ruarumcapital.eu вы можете зарегистрироваться, открыть свой торговый счет, пополнить его и приступать к торговле уже сейчас. Вся детальная информация по ссылке в верхнем правом углу слайда, также весь регламент, условия торговли, все на сайте вы найдете. Я же с вами, друзья, не прощаюсь, но на некоторое время мы в наших обзорах прерываемся, вплоть аж до 8 числа, как и говорили. Во вторник мы увидимся, это будет 11.00. Всех еще раз поздравляю с грядущим Рождеством и всем желаю за эти дни найти много полезных подарков у себя под елкой. Всем удачи и до встречи. Если какие-то вопросы есть, я с вами в чате, как обычно, в конце нашего мероприятия поговорим о происходящем. Хорошо, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Поняли вас, Владислав, спасибо вам большое за ваш обзор, за пожелания к Рождеству. Ну что, тогда на этом сегодня будем завершать. Побежим за подарками к этому большому празднику. У кого еще остались деньги от новогодних праздников, тот, конечно, это обязательно стоит. Ну а вам пожелаю хорошего отдыха, хорошей торговли. Встречаемся с вами во вторник, 8 января. Всего доброго, удачи. Да, Игорь, это взаимно. Вам тоже хороших праздников, теплого настроения и побольше профита за эти дни. Всем, друзья, удачи, увидимся после длинных выходных. Спасибо, всего доброго.